всем привет мои хорошие мои любимые сегодня уже скоро пробьют куранты движется новый год неумолимо время часов не остановить ход поэтому я с котом решил приготовить новогодний салат под названием мой муж любовник мой муж мой любовник ну в общем салат называется мой лучший любовник ну как определить кто из вас будет лучший любовник это сколько кто из вас есть салата тот и лучший любовник вот для этого салата понадобится 300 грамм грибов шампиньонов отборных королевских тут есть некоторые секреты приготовления этого салата я вам постепенно раскрою обязательно нужно такая луковица с волосами сверху вот две луковицы три томата красных томаты на помидоры по нашему полу копченая в рецепте оригинальном идет значит копченая грудинка куриная а я взял полу копченый куриный рулет я думаю что это будет на уровень выше абсолютно другого рецепта вот что нужно делать нужно порезать у тебя заведомо порезал один гриб вот такой широкой пластинкой то есть мы не режем не так не так а просто пластинки и вот как пошло так пошло вот такой широкой пластинкой примерно гриб получается на 5 долг вот так каждый грибочек мы разрезаем 300 грамм шампиньонов вот тут получилось на 4 как жарить я тоже увидел в интернете грибы и сегодня с вами поделюсь как жарить оказывается жарить грибы надо на сухой сковородке то есть их не надо сразу наливать растительное масло а просто мы высыпаем грибы на сковородку яка у нас дома есть вот и в той сковородке мы жарим гриб потом она выделит сукровицу из гриба сковородка и получится вода испариться и вы потом постепенно будем добавлять растительное масло и потом только понимаете фокус вот это может приготовить как и маленькая девочка мамина день рождения таким уж можно приготовить своей жене будущей можно просто каждый день его есть еще туда надо значит плавленый сырочек это еще не все ингредиенты и вареные яйца я постепенно покажу вот я нарезал вот таким образом грибы то есть гриб шампиньон разрезанный довольно хаотичном порядке это все отправляется на сковородку вот пожалуйста у меня есть такая европечка с тефлоновой сковородкой на ней включаем огонь загорается и мы эти грибы отсылаем на сухую сковороду вот так просто на сухую и сейчас вы видите что произойдет через время с этими грибами с этой сковородой вот видите как крупно порезаны грибы то есть не мелко мы не мельчили вот так все тем временем пока у нас жарится гриб мы значит будем жарить лук так значит что отрезаем волосню почему нужно было с волосной луковицы потому что это волосы нужно было обрезать если бы этой волосы не было ну ничего было бы обрезать то есть логично все вот такие секреты вот смотрим так одна луковичка есть мыть луковицу после того как ты ее обрезал нежелательно потому что она напитывается водой и потом будет жирная так мужчина рассказывал что бы до вода выделяться из грибов а сейчас водами выделяется у меня грибы можно не таки мужик когда что будет вода идти а у меня не идет водичка видите у меня сразу гриб поджарить так все-таки я правильно жарим это мужчина рассказывал что будет выделяться жидкость с лицепт посмотрел а у меня жидкость это не выделяется вот секрет в том что жидкость все-таки не выделяется если крупно порезать грибы а если вы грибы измельчите на комбайне то получится очень воды и водянистая получится режем 2 луковицы средним кольцом полу кольцом а так как это делаю я полу кольцом повторяйте полностью за мной и таким образом вы узнаете кто из присутствующих за столом будет вашим лучшими любовником в следующем году неважно с женой пришел без детей вот так вот кольцом режьте и готовьте этот салат смотрите вот так вот так вот так видите что у меня значит я гриб поджаривается вы же видите что она делается золотистой вот такие большие дольки так значит если вода не выделяется мы добавляем растительное масло и гриб начинает жариться 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 и жариться мы сюда чуть-чуть соли не мешаем и добавляем сразу лук и все страхомудию сюда все осталось все это как позаривается грибочки начинает блестеть у меня технология приготовления гриба шампиньона было очень верно и всегда говорят нельзя никого слушать вот слушайте меня тюрьма не меня я люблю когда салат немножко вот такой грубой грубой форму но я думаю что любовник должен быть грубой форме ой вторую луковицу за дом не вторая луковица будет лишняя одна луковица смотрим внимательно за движение моей кисти вот вот так должны получиться грибы видите каким красивым золотистым цветом вот это и есть настоящий шампиньон приготовленный домашних условиях это шампиньон на салат так вываливаем на тарелочку салат с глубоким дном растительное масло все осталось под тарелочкой все потом мы поднимем салфеточку и гриб останется салфеточки а это как через марлечку процедится так видите маслечка уйдет туда а тут останется грибок видите кап 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 все это такая технология с вами делюсь секретом это секрет моей прабабушки агустины пожалуйста гриб готов следующим этапом приготовления будет то что мы должны разобраться с остальными нашими ингредиентами значит что нам нужно нам нужно два сырочка плавленых я взял такой это маски но этой нормандии сырочки такие делать глазурированные у нас в т.д. продаются вот такие сырочки их надо слегка проморозить если вам будет легче тереться после этого но я морозить не буду я просто натираю вот так вот мягкими движениями руки сырочек плавленый он очень хорошо трется чем прелесть приготовления новогодних салатов что вы готовите никто этого не видит то есть ну женщина может чихнуть не дай бог ну мало ли что-то вытереться и дальше продолжать готовить и никто этого не увидит но это вообще так один сырочек мы натерли ты так и красная ленточка есть это новая хала у нас украине эту ленточку так берешь и она очень хорошо открывается не попав не попав ленточку на зараза что сделалось вот и опять таки натираем второй сырок и сейчас мы скоро начнем собирать с вами салат салат можно делать в круге кулинарном специальном большом разве на разве ровной форме а можно делать ну на сковородке если нет формы просто в сковородке но можно делать тарелки как я буду это делать небольшой тарелочки буду собирать салат дальше вот мы допустим собрали натерли этот сырочек да вот мы его в эту чеплашку чмяк все что упала сюда дальше на попробуй вот есть значит качественно у меня под гурме дальше на этой же терке мы натираем яйца яйцо нужно брать столовая обязательно обязательно петушинная куриное яйцо не пройдет но не получится курицы мужчины женщина яйцо не подойдет куда у женщины может быть яйца привет одно яичко вот так трахнула прокатала это фокус такой тоже у меня очень много у меня целая есть цикл полезных советов можете все знакомиться на моем сайте в интернете на сайте ютубовском я очень много полезных советов это один из них очень хорошо тогда чистятся яйца не снимается полностью всем всей шелухой я яйца обязательно споласкиваю обязательно видите какая антисенитария у меня все сразу вытирается убирается у меня всегда чистота и порядок на кухне так и вот эти яйца мы натираем на ту же терку где натирали сырочки плавленные вот так еще сюда можно добавить чесночок вот сладкий но я думаю что не на новый год этого делать нежелательно потому что после нового года знаете исполняется все желания вдруг что-то произойдет ну а вы чесноком поэтому если только вы не боитесь встретить вампира что можно так и это яйцо мы тоже трем томас ты что заснул кот у меня живет на столе не будет нормальное явление так таким образом когда натерли сперва сыр потом яйцо сыр цепляется а яйцо мы его проперли вперед и она тут ничего нет открываем крышечку дрыщим майонез туда вот и вилочкой перемешиваем до однородной консистенции я раньше думал химический поступать потом передумал я просто бабушка была готовила царской семье свое время и и даже и дмитровки на телеге возили петербург на петербург и готовила когда приезжал финский посол бабушка накрывала стол то есть у меня бабушка кулинарша династии поколений и она говорила что в этот салатик можно добавлять чесночок но финский король не любил и она короче когда наложила чеснока туда целый дубок и финский король отрубал голову после стола такая печальная история у нас семья ну ладно намазка обалденная можно чесночка это все надо хорошенько калашматить и начинаем значит так поскольку следующий год будет вот кота тарелочка у меня такая с котом вот котик это для салата значит как я и обещал растительное масло отсыдилась вот она сейчас мы его еще выцедим ведь это хорошо и мы такие дрызь сюда это значит у нас лук с грибами все если вдруг какое-то масло попало не страшно мы берем лук с грибами расправляем по всему периметру вот так видите она горячая еще то есть то что нужно вот мы сделали рецепт очень простой и вы замечаете кто первый и кто берет добавку кто берет больше всего этого салата то есть самый лучший любовник то есть вы можете сделать свое умозаключение немножко берем вот этого вот сюда готовится очень быстро единственное что надо пожарить гриб и все половина от этой на маске можно шума шурануть сюда и вот так хорошо размещаем по всему салатику салат обязательно слоеный это как делается слой 2 надо иметь кулинарные навыки просто грибы можно добавить перчик когда готовили хорошо что никто не бачек ты готовишь готовишь хочешь пальцами погладила хочешь грудью придавила салат все свои эротические фантазии можно опихнуть салат на что делать мало ли какие первый слой готов так это выглядит теперь у нас есть куриная полукопченая грудка нарезаем кружочками сейчас мы будем резать мелким мелким кубиком равна до 300 где-то так все этого достаточно чеклюв чеклюв куриный чешу не то что то другое было бывает кусочки косточек попадаются чешу клюкве и мелким кубиком нарезаем вот так если будет есть значит полезная вот так есть мы же не просто такие же проглоток и я ветчину мы помещаем но это как рулет куриный очень вкусный помещаем вот сюда сверху сверху этих грибов значит что мы делаем разравниваем хорошенько и чуть-чуть сделаем майонезом чтобы не было сухим будет чуть-чуть вот так буквально сеточку маленькую вот и сверху размещаем вторую часть вот этой намазки нужно украсить салат разрезаем пополам потом еще раз пополам и такими где-то шириной сантиметр нарезаем такие кубички и делаем шок вот так выкладываем сверху все как в рецепте ничего не придумал вот так это будет мужская верность мы проверим кто будет верным новом году очень красивый салат он очень оригинальный его очень любят гости ну просто съедают сразу на лету разворовывают весь салат и безотходное производство можно салат еще назвать это кровавая месть его может когда муж застал любовницу постели ой помидор сгоныв ребята в общем салат готов вот такой получился лучший любовник мой муж называется ну потому что я думаю что зачем жена вышла замуж она дура вышла за худшего любовника поэтому каждой жены лучший любовник это ее муж вот и я хочу сейчас попробовать узнаем кто лучше любовник ребочки снизу сейчас будем пробовать ребятки не знаю так хавыр лицей салат сейчас попробую сейчас попробую помидоры дают свежесть я допустим вот эту ветчину заменил бы на говядину хорошо отварную скажу честно что на новый год его не рекомендую если у вас изысканная публика допустим как моя мама если у вас высшее общество в гостях то я вам не рекомендую такой сразу вот и просто не поймут сейчас более изысканные блюда стали уже не пойдет нормально я съем не рекомендую вкусно на новый год не свистит не необычно скажу честно я еще обрезаю вот эти рули магазинные заводские все-таки лучше или филе куриное или говядина поэтому салат мой лучший муж не думаешь это на лучшее мужчины лучший любовник салат херня по моему не неплохой салат на вкус нормально ничего не хочу сказать ну какой-то что-то не хвата ну что это яйца и мясо и грибы и помидоры сверху приветом не ожидал большего говняный салат я не люблю вот эту копченую ветчина магазина на рядачке на чем салат готовьте только с мясом и салат блюдо хороший очень ребята ставьте лайки делайте репост говорите что это хорошее блюдо в новый год когда блюдо готовлю только с мясом а так салат очень красивый даже все у вас люблю целую пока